То есть, когда мы сейчас говорим, что возникает информационное общество, но оно оформляется сейчас техническими средствами, которых раньше не было, но с точки зрения роли информации, ее организации, эпоха модерна, капиталистическое общество, оно рождалось как информационное общество. В докапиталистических обществах, будь то азиатские, античные или феодальные, организованной информации такой роли никогда не играло. И вот Венеция в этом отношении была первопроходцем. Секретность в этом городе, в этой республике служила нескольким целям. Во-первых, она позволяла скрыть хранителя секретов или доносителя, а также источники и методы добывания секретов как привилегированного знания. Вот очень важный момент, секретное знание оформлялось как привилегированное, доступное только, так сказать, начиная с определенного социального уровня. Ну и второе, она помогала правительству сохранять власть. Когда-то Элиас Конетти показал, как правители мобилизуют секретность для формирования отношений с подчиненным населением и внутри самого этого населения. Используя секретность, правители создают вокруг себя ауру тайны и представляют себя в качестве единственных владельцев панорамного знания о мире, что и дает им право править. Ну, я хочу напомнить, что большевики, в частности Сталин, любили формулировку «оседлать законы истории», но прежде чем их оседлать, нужно их узнать. Отсюда такое значение в, скажем, тех же большевиков в Советском Союзе получила такая сфера, как анализ исторических законов. Мы сейчас не будем говорить о том, насколько адекватно они их анализировали, но вот это вот действие от имени исторических законов, которые, сказать, монополия на них, она, безусловно, зародилась в самом начале эпохи модерна. И вот, контролируя секретность, власть таким образом создает ментальный барьер между теми, кто в теме, между теми, кто в темноте. И сознательные утечки, которые организует власть, начиная от Венеции и заканчивая современными Соединенными Штатами или Россией, они как раз внешне устраняют этот барьер и как бы включают простолюдинов на время в круг избранных. «Ой, чего я знаю». А если я знаю, значит, я допущен к секретам, и это та морковка, которая подвешивается перед глупенькими буратиными с коротенькими мыслями. То есть, иными словами, секретность становится способом обмена информацией, коммуникаций и управления простолюдинами. То есть, секретность один...